Привет, ребят! Меня зовут Лена, я графический дизайнер, и добро пожаловать на мой канал о графическом дизайне. И сегодня мы с вами будем говорить про шрифты. Я расскажу вам основные правила сочетания шрифтов, и, конечно же, покажу все на примерах. Если вам интересно, то погнали! Итак, перед нами приглашение на свадьбу. Дизайн идеальный, а вот шрифты тут вообще никак не подобраны. Просто написан текст одним и не самым удачным шрифтом, и эффект от этого приглашения снижен. Да, вы получили информацию о том, куда и кому вам прийти, но все же ощущение, что дизайнер решил просто быстро написать этот текст и не вкладывал в него работу, точно есть. А что, если я поменяю шрифт, а лучше добавлю сочетание двух шрифтов, и вот перед нами совсем другое приглашение, более праздничное, которое отображает главную информацию и дополнительную, и шрифты отлично сочетаются между собой. А вы что думаете, ребят, как вам разница между приглашениями? Итак, перейдем к правилам, советам и примерам. И первое правило, выбирайте нейтральный или дополнительный шрифт. Еще немного рассмотрим наше приглашение. Многие шрифты имеют определенное настроение или характер, серьезный, непринужденный, игривый, элегантный. Вы хотите, чтобы настроение вашего шрифта соответствовало цели вашего дизайна. Например, каллиграфический шрифт очень подходит для приглашения на свадьбу, но в любом дизайне, в том числе и приглашении, есть основной и дополнительный текст. Так вот, если вы использовали как основной шрифт каллиграфический, как в нашем примере, то дополнительный должен быть нейтральным, простым, лаконичным и просто читабельным. Приведу вам еще один пример. Это пачка овсяных хлопьев. Она называется Morning, утро. И именно название, это здесь основной текст. Просто оно четко выражено и выделено, и вокруг основного текста находится абсолютно нейтральный и дополнительный текст, который позволяет именно поддержать название овсяных хлопьев. Еще хороший совет, который дают многие дизайн-студии и блоги, это читайте газеты и журналы. Традиционные форматы публикации, такие как газеты и журналы, предлагают хорошие примеры того, как применить визуальную иерархию к шрифтам. Они комбинируют шрифты таким образом, чтобы визуально разделить различные текстовые элементы, такие как заголовки, подзаголовки, основной текст и подписи. Такие качества, как размер, жирность, интервал, расстояние между строками, расстояние между буквами. Все это влияет на то, как глаз должен перемещаться по странице и какой текст должен привлекать внимание в первую очередь. Если вы работаете с большими объемами текста, то изучение газет и журналов, несомненно, поднимет ваш уровень в типографике, в искусстве подбора шрифтов. Иногда вам просто, ну очень срочно нужно подобрать два шрифта, и чтобы они идеально сочетались между собой. Для этого существует правило подбора двух шрифтов с засечками и без засечек. Здесь вы видите восемь шрифтов. Сверху текст с засечкой, снизу текст без засечек. Я подобрала эти шрифты просто на бум. Я скачала первые четыре шрифта с засечками и первые четыре шрифта без засечек. И просто вот так вот их скомпоновала между собой. Мне кажется, получился достаточно неплохой результат, и очень стильно смотрятся эти шрифты между собой. Так что правило действительно работает. Но, ребят, из любого правила есть исключение. Контраст это хорошо, но конфликт это плохо. Здесь мы видим наверху шрифт с засечками, снизу шрифт без засечек. Но за счет того, что у них примерно одинаковая толщина, между собой они создают конфликт. И здесь непонятно, какой текст основной, какой дополнительный. Даже если мы когда уменьшаем шрифт Unisans, он дает такой большой контраст и утяжеляет наш верхний шрифт. И получается, как я уже сказала, конфликт. Еще один крутой совет это используйте шрифт из одной семьи. Что такое семья шрифта? Например, семья OpenSans это семья, состоящая из десяти еще подшрифтов. То есть существует еще OpenSans легкий, обычный, толстый, курсивный. И предполагается, но опять же всегда надо смотреть, но в основном шрифты из одной семьи очень хорошо между собой сочетаются. И поэтому, если вы будете использовать, допустим, толстый OpenSans и легкий OpenSans, они между собой должны сочетаться очень хорошо. Вот здесь вот вы видите на примере у меня семья написана таким heavy, да, жирным OpenSans, а OpenSans написано light, таким легким. И они, по моему мнению, очень неплохо сочетаются между собой. И последний, самый банальный, но самый важный совет это практикуйтесь и изучайте. Действительно, ребят, нужно все время стараться подбирать шрифты, экспериментировать, смотреть какой шрифт будет лучше сочетаться с каким шрифтом. И обязательно наблюдайте за работами других дизайнеров. Именно так вы учитесь, именно так вы познаете мир графического дизайна. Ну что, ребят, на сегодня это все. Надеюсь, мое видео было полезно для вас. Если да, то жду от вас лайк и обязательно подписывайтесь. Будем много говорить про графический дизайн и будет море уроков в программе Adobe Illustrator. Если вам это все интересно, то жду вас в своих подписчиках. А на сегодня это все. Пока-пока, ребят. Целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok